Аллергия. Опасно это состояние для организма или нет? Раньше, так или иначе, когда нас учили в институте, нам говорили, что аллергия это нечто такое, такая реакция организма, вернее иммунитета, который по-другому как-то реагирует на знакомый ранее антиген или вещество или аллергия. Сейчас взгляды несколько изменились и мы потихонечку с вами попытаемся разобраться, так ли опасна для организма аллергия, как это пишут наши авторы. И вообще, может ли человек страдать одним видом аллергии, а другие формы, скажем так, аллергических проявлений ему недоступны, что называется. На второй вопрос я могу ответить сразу, один человек может иметь множество разнообразных реакций аллергического типа, это может быть не обычная такая респираторная реакция на пыльцу растений, плесень. Это самый распространенный вариант весенней аллергии. Аллергенами могут быть полнокровными аллергенами и продукты питания. Только сразу хочу исключить из списка прямых аллергенов, то есть вот его действия и вот она аллергия, два продукта питания. Это шоколад, ну естественно продукты сделаны из шоколада и непосредственно клубника. Ни клубника, ни шоколад аллергии не вызывают. Они способствуют только усиленной выработке в нашем организме такого вещества аллергии и воспаления, как гистамин. Они лишь поддерживают аллергию. На них может возникнуть аллергия при злоупотреблении данным продуктом питания. Ну среди не менее известных аллергенов, чем домашние аллергены, являются различные виды аллергены. Керхоти животных, именно не шерсть животных, кошка или собака или других животных вызывает аллергическую реакцию, поскольку реакция антигена-антитела белкового типа реакции, поэтому желательно иметь противником какой-то белковый компонент. Сейчас аллергоподобные реакции в виде сыпи, вот такие кожные неприятные проявления, вызывают обычные самые бытовые химикаты и лекарства, которые мы очень часто употребляем для того, чтобы получить здоровье. Парадокс в том, что именно то, что направлено на здоровье, очень часто идет нам в обрез. Аллергические реакции бывают холодового типа, то есть на низкие температуры, ну и на солнечный свет. Это не имеет никакого отношения к загару, а чаще всего возникает при прямых солнечных лучах в местах с давлением, например, там, где надеты носки и другие предметы туалета. Они, как правило, выглядят как такие цепочки, вначале ярко-красных, а затем проявляющиеся, как синяки, высыпаний. Симптомы обычно проявляются не только сразу после контакта с аллергеном, как это обычно бывает при анафилактическом шоке или отеке к венке. Симптомы иногда бывают более отстраненными. Как правило, немедленного типа возникает реакция воспалительного характера при раздражении слизистых оболочек, носа, глаз, бронхов, контакта и кожи при непосредственно данном виде аллергена. А вот аллергия, которая связана с продуктами питания, может проявиться иногда, спустя несколько дней и даже недель. Поэтому, если вы начинаете анализировать, что уже послужило вашим, так сказать, триггерным механизмом для возникновения аллергического типа, сразу хочу сказать, вы это такое виртуальное, виртуальное такое облик, к вам это не относится совершенно. Это пациент. Поэтому, когда я буду говорить вы, вы не обижаетесь. Самый распространенный тип клинической симптоматики при аллергии, это также как, это не печально, с чем часто путают особенно кожные проявления, это кожные зуты, появления на теле, цепи, которые очень часто, отмокоточечные цепи, которые очень характерны для аллергии, могут сливаться между собой, образуя, вот как вы видите на этой картинке, различные крупные пиатна, как таковы. Но обычно аллергию связывают, собственно, как ни странно, с первым из пиатров, которые предложили кожаную градуированную пробу, это перкия. Именно он обратил внимание, что у одних и тех же пациентов может быть совершенно неадекватная, разная реакция на различные вещества. Он-то использовал пудеркулин, а такими же кожными изменениями, он встречал пациентов с такими же изменениями, например, попало пыль, пыльца растений, некоторые виды пищи тоже усиливали реакцию кожи на туберкулин. Поэтому именно перкия был впервые, впервые предложил термин аллерген, до этого другой немножко был термин антиген. И поэтому он ввел впервые понятие гиперчувствительности, то есть повышенной чувствительности человека к какому-нибудь веществу. Ну, тогда мало было известно различных аллергенов, и он остановился на продуктах питания, как я уже говорила, пылевой аллергии и аллергии на некоторые виды пищи. Но он обратил внимание и подозревал, что все эти аллергические реакции были связаны с иммуноглобуленом Е. И очень многие годы возникновения и поддержания аллергических реакций, и, собственно, диагностика аллергических реакций, отсутствие или наличие аллергии в том или ином патологическом процессе было связано именно с иммуноглобуленом Е. С тех пор прошло уже, как вы догадываетесь, много десятилетий, даже столетий, и американцы, они у нас в основном, впереди планеты всей, как всегда, открыли четыре новых основных типа реакций гиперчувствительности, то есть аллергической чувствительности. И на сегодняшний день, вместе с гиперчувствительностью, связанной с иммуноглобуленом Е, который впервые предложил именно Терке, Их известно пять. Но первое место все-таки отводится иммуноглобуленом Е. Хочу сказать, что разговор о том, какие же клетки крови реагируют на те или иные виды аллергии, непосредственно навели на мысль наших аллергологов, отечественных и зарубежных, на следующую идею, что, в общем-то, как ни странно, до последнего времени все считали аллергию крайне вредным реакцией организма. То есть, если появляются аллергии, человек считается просто больным. Есть даже такая нозологическая форма, довольно распространенная, много классифицированная. Если вы посмотрите даже в книгу нашей самой простой Дельты, вы увидите, что там есть все программы, которые обозначают практически все эти аллергии. Там не детализированы только аллергии, скажем так, паразитарного плана. Хотя совершенно зря, потому что именно состояние дисбактериоза, так называемого, который был раньше очень популярен, да он и сейчас популярен у педиатров, является основной идеей такой, почему у человека возникает аллергия. Потому что у него плохо переваривается пища и всасывается. Но кое-какая правда в этом есть, мы об этом кое-что скажем, но тем не менее, до самой последней исследований всех тех же наших авторов и американцев доказали, что это лишь неправильное, ложное срабатывание иммунной системы. Это вот так классическая школа говорит. А наша школа говорит, что это превентивная, то есть профилактическая мера защиты своего организма от каких-либо более опасных вещей, чем, например, пыльца растений. Почуяв в кавычках потенциально вредное вещество в больших даже количествах иммунитет, а он, естественно, является участником, инициатором и поддерживающим аллергические реакции системы, он вызывает аллергическую реакцию, мотивируя организм избежать ту или опасной среды. Вот представьте себе, у человека возникает проявление аллергического типа на солнечные лучи или на кошек. Но кошки не представляют особой опасности, но тем не менее, длительное пребывание на солнце может оказаться смертельно опасным для организма, а не просто вызывать у человека небольшие высыпания на теле. Для миллионов людей на нашей планете самое неприятное время года это, конечно, весна. Хотя, в общем, трудно спорить. Многие скажут, а для меня вовсе даже опасным являются и весна, и осень. Почему именно эти периоды часто бывают опасными? Ну, конечно, первые половины лета, когда растут и цветут многочисленные растения, рецидивирует один из самых распространенных сейчас видов аллергии, который в число больных растет час от часу, даже от минуты от минуты, это респираторная аллергия или вазомоторный ремикс. Ну, что это такое? Это, прежде всего, реакция не на цветы, я хочу вас сразу предупредить, это реакция не на листья, не на корни, это обычная реакция на пыльцу растений. Именно пыльца содержит желудковые вещества, которые вызывают иммунный конфликт в организме. Поэтому, если вы встречаетесь в ситуации, когда явно совершенно прослеживается набор определенных симптомов, это аллергический насморк с постоянным отеком слизистой оболочки, трудно дышать такому человеку. Обычно отдельного выделения слизистых 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 износов не бывает, зато это дополняется конъюнктивит о постоянном чухании, то есть практически это аллергический ринок конъюнктивит, если это покороче сказать. Поэтому этот вид аллергии, как ни странно, не имеет ни малейшего отношения к аллергии, о которой мы уже с вами говорили, проводились многочисленные исследования вот такой вот аллергии, вазомоторный ринит, его часто еще называют, он не имеет отношения к аллергии, поражающей органы дыхания в варианте бронхиальной астмы. Бронхиальная астма самостоятельная, связанная именно с органами дыхания и в вид аллергией. Клиника другая и происхождение другое. А вазомоторный ринит чаще всего является результатом конфликта с кишечниками. И часто люди, страдающие вазомоторном ринит страдают сразу двумя видами аллергии. Или если сейчас еще есть вазомоторный ринит, то чуть позже появится аллергия на продукты питания и наоборот. Поэтому я сразу хочу вас предупредить о том, что в общем именно эта парность наблюдений стала наводить на мысль наших ученых, что в общем все далеко не так просто, как кажется. Как объяснить существование обычной аллергии в целом? Ну, во всяком случае дело не в излишней гигиенере, которая страдает, там, предположим, часть населения, которое злоупотребляет часто различными порошками химического происхождения, мылом и так далее. увлечение нашей женской части населения, скажем, косметическими средствами, это, конечно, тоже раздражает в связи с оболочкой. В основном это продукты химической промышленности, которые окружают нас. То есть большая часть продуктов городского воздуха, пища городская, которая полна консервантов и наполнительных, именно вот эти консерванты и наполнительные являются причиной токсической реакции организма на те или иные продукты. Дело в том, что последнее время помимо чистой аллергии появилось очень много токсичного типа реакции, когда обязательно независимо от того, как среагировал аллерген или полагающая привычная система, появляются реакции со стороны нервной и даже гормональной системы. Поэтому и естественно желудочно-кишечный тракт. Все слизистые оболочки братья, как пишет мой знакомый гастролентеролог. Поэтому достаточно попасть в такси, ну, не будем говорить аллергену, на слизистые оболочки тем идеальным путем с пищей, с водой, со вдохом, потому что естественно находится там совершенно в воздухе огромное количество токсичных продуктов. Все они вызывают реакцию иммунной системы. А поскольку, как я вам уже говорила, действительно иммунная система организма пытается предупредить и защитить нас от большей реакции, то нас как-то это все очень последнее время стало настораживать. и мы стали задумываться, так ли уж шерсть скажем ламы виноватая, которую ребенок никогда не видел, поскольку диагностики являются довольно своеобразные тесты и кожные, и генетологические, в общем, в основном базирующиеся на первом типе гиперчувствительности, то в общем-то нас иммунная система пытается предупредить, что нас ожидает и в летний период, и в осенний период гораздо больше вредных токсинов, которые окружают нас везде практически сейчас в нашей стране, и это гораздо ядовитее и гораздо опаснее, нежели обычная пыльца обычных цветов. Это не значит, что организм отменит возникшую реакцию на пыльцу цветов, но пыльца цветов теперь тоже бывает разная. Растения, которые выращиваются на участках удачников, тоже содержат огромное количество нитрат, селитра и прочих ингредиентов минеральных удобрений, которые точно так же, как и все остальные, наносят удар прежде всего по иммунитету и по печени. Защищая свою печень, иногда иммунная система выдает неадекватно резкую реакцию на, казалось бы, обычную клубнику. А если присмотреться как вы берете повнимательнее, вы увидите, что она, в общем, как и все растения, они используют нитраты в своем обменении веществ, то для нас, если то, что для растения хорошо, для нас плохо. Поэтому защитная реакция система нашего организма, она строится из очень и очень многих сложных этажей системы защиты и, конечно, бывают различные варианты, которые уже, наверное, подзабыли, иммунных систем защиты. Помимо доксинов, которыми вы встречаетесь в обычной жизни, иммунитет борется, конечно, измногочисленным населением внутреннего паразитарного населения нашего организма. Там живут и вирусы, и бактерии, и гриппы, вы все знаете, все они являются в лучшем случае простейшими одноклеточными животными, а в основном это довольно сложно устроенные, даже не очень крупные, но тем не менее поставщики постоянных патогенов и зараженных клеток для нашего организма. Мы о них говорили. Иммунитет второго типа, он защищает организм, в отличие от первого варианта, от боли опасной такой, я бы сказала, ну, скажем так, не опасности, что делает иммунитет? Иммунитет, он наблюдает постоянство внутренней и внешней среды организма, таким образом защищая от любых мутаций, которые могут возникнуть даже внутри нашего организма. Т-клетки, они являются защитниками не только от прозитов токсинов, они присматривают и за клетками, находящимися внутри организма, тем, чтобы все клетки мутировшие, все клетки инфицированные бактерии были бы удалены из нашего организма. Тем не менее, очень часто процедуру освобождения организма от токсинов, паразитов принимается хозяином этого организма, естественно, как некое такое страдание, которое связано именно с весной или осенью. Почему весна или осень? Потому что именно в эти периоды весна и осень это периоды наибольшей активности иммунной системы. Именно в эти периоды возникают конфликтные ситуации, которые заставляют организм как можно энергичнее освобождать после зимней не назовем это спячки, но тем не менее зимней токсичной пищи и осенью, когда надвигается вал респираторно-вирусной инфекции, иммунитет снова на страже. Поэтому аллергики относитесь к своему состоянию небезразличны. Считайте, что вы не только страдаете скажем так аллергией на кошек или на цветочки, это предупреждение организма по поводу более тяжелых процессов, которые происходят в нашем организме. Поэтому мы предлагаем вам сегодня не одну программу даже, которая касалась бы есть у нас программа аллергена, шерсть, аллергена, продукты питания, но тем не менее мы должны четко себе представлять, что аллергологи хоть и утверждают, что гиперчувствительность является результатом эволюции первичного анализа вредных веществ в нашем организме. На что превращаются эти таблетки, вот эти буквы питания, как они расщепляются, как они усваиваются, то есть они вроде бы при употреблении внутрь становятся врагами. Вот даже таблетки нарисованы на первом месте. Это, конечно, не так. Дело в том, что иммунитет сам должен решить, разрешается ли данный продукт питания, разрешается ли данный препарат к пребыванию в нашем организме. У каждого это строго индивидуально. Главным анализатором этой ситуации естественно является печень. И от того, какова печень к моменту проникновения в организм того или иного вещества, то, в общем-то, такая реакция не будет. Причем для возникновения при анализе того или иного вещества ничтожно мало нужно. Все прекрасно знают, что возникла та или иная аллергическая реакция, которая считается просто только она вредна организму. Никто не говорит о том, чтобы очистить свой организм от тех причин, которые вызвали вот эту иммунную аллергическую атаку. Тем не менее, я хочу призвать вас запомнить, что минимальным должно быть количество аллергена, которое провоцирует такую тяжелую каскад реакции иммунной системы. И все-таки помочь нашему организму не просто организовать обычную аллергическую реакцию, он посмотрит, какой цветочек симпатичный. Тем не менее, ребенок смотрит на него с явным ужасом. Поэтому мы хотим призвать вас не бояться, не пугаться. Аллергия с точки зрения наших специалистов это не самостоятельное заболевание, это только знак, который предупреждает о тех неприятных последствиях, которые могут развиться при попадании того или иного вещества в будущем в наш организм. Поэтому противоаллергические препараты остаются само собой, но мы предлагаем вам несколько другой подход. Две блок программ. Один блок программ у нас идет из программы. Это программа прежде всего мы должны раз есть у человека те или иные отклонения функций иммунной системы привести иммунитет в тонизирующее активное состояние. Если он адренализовать его, то есть призвать его к определенной может быть излишней активности, потому что встреча с аллергеном она непредсказуема. Вы можете встретить токсичное вещество, паразиты в любой момент. Поэтому лучше быть мобилизованным и готовым к защите своей яркой индивидуальности, чем ждать пока посетит тот или иной вид аллергии. А он посетит. У нас почти стопроцентная гарантия уже можно давать, что и дети младшей возрастной группы, и дети подросткового возраста, взрослые с каждым годом все чаще, чаще, чаще страдают аллергией. И считают, что у них много причин для аллергии. А причина одна слабый иммунитет. Это как разговоры о гриппе с вином. Все боятся до смерти. Кто получает тяжелые осложнения? Люди, у которых слабый и неустойчивый иммунитет. У кого формируется несколько видов аллергии. Различные формы аллергии. Люди, у которых слабый и неустойчивый иммунитет. Поэтому хоть тут и написано так мрачноват немножко незнание законов организма может привести к беде и как не гарантирует здоровье своему хозяину. Все-таки тем не менее самый первый закон нашего организма это закон постоянства. Иммунитет должен быть постоянно на сейчас на границе. вернее не был недавно. Он должен стоять круглосуточно на внутренней и на внешней границе нашего организма. Поэтому вторая программа которую я уже вам говорила помимо она так красиво названа программа укрепления базового иммунитета куда войдут естественно все звенья иммунитета не только клетки крови но и лимфатический аппарат барьерные органы которые проводят синтез клеток защитного характера и вторая программа которая у нас планируется к использованию для любого аллергика независимо какая форма аллергии присутствует если вы обратили на это внимание то вторая программа будет проще гораздо это программа очищения организма от аллергенов под аллергенами но при этом так как врачи-гомотоксикологи я вам предлагаю такой вариант считать аллергеном любой токсин который будучи паразитарным токсином будучи химическим токсином скажем фармакологическим токсином тем не менее он называется гомотоксин и поэтому вот такая программа очищения организма от токсинов будет более правильным названием нежели очищение организма от аллергенов при построении программы по базовому иммунитету мы старались не пропустить иммунные механизмы при очистке от токсинов мы старались не забыть самые распространенные триггерные такие механизмы для возникновения провокаторов таких для нашего иммунитета это различные виды аллергии как таковые аутоаллергические механизмы естественно потому что существует такая теория что при определенных условиях особенно это часто бывает при паразитировании в человеческом организме модель чем-то напоминает модель ревматизма когда возбудители ревматизма находятся в носоглубке где поддерживают хронический тензелит а поражение ауто аллергическое поражение ауто означает собственно развивается в суставах и в сердце я бы сейчас не собираюсь обучать естественно ревматизму но тем не менее очень часто очаг паразитарной инфекции находится намного дальше нежели очаг воспалительного процесса который похож на аллергический процесс поэтому выведение токсинов аллергенов совершенно необходимо нам в двух аспектах это химические аллергены ну и естественно у вас любимые паразитарные аллергены от этого никуда не идешь хочу немножко буквально пару слов сказать вам даже не буду перечислять все звенья иммунитета но тем не менее чтобы вы приблизительно знали как сложно устроен в органном смысле это даже еще не химические связи между органами иммунитета это органы и структуры нашей иммунной системы это иммунная система первого бляжка кишечника вилочковая железа селезенка лимфатическая система конечно со всеми ее сосудами лимфослами миндалин аппендикс который часто уже у многих отсутствует в связи с тем что удален различные клетки крови тоже относятся к разряду иммунной системы ну и конечно органы которые занимаются синтезом клеток крови защитного характера это несомненно клетки производимые лимфатическим аппаратом и локусным мозгом надо сказать что клетки обмениваются между собой информацией это ясно совершенно иначе бы иммунная система никогда не смогла бы работать как автономная малозависимая от нервной или гормональной системы стройная иерархия защитных механизмов ну естественно существует кожа как мощный барьер слизистой оболочки куда выходят дежурить клетки имеющие защитный характер поэтому наша иммунная система это один из самых хорошо организованных механизмов в нашем теле костный мозг он конечно несомненно часто подвергается воздействию в течении жизни человека и именно периферические органы периферического иммуногенеза они вместе с костным мозгом дополняют друг друга помогают нам осуществить ту самую программу укрепления иммунитета о которой мы будем говорить кроме того существует система внутренней защиты организма часть клеток лимфоцитарного ряда наблюдает за тем чтобы в организме генетически однородном не появлялись генетически чужеродные вещества которые могли бы вызвать в организме перестройку и появление клеток мутантов паразитов которые бы повлияли на генетическую единицу то есть на нас с вами как только организм теряет собственную отдельную генетическую особенность он близок к возникновению гибели и к возникновению различных покачественных процессов вот вы видите программу коррекции иммунитета как я вас предупреждала для аппарата дельта в общем-то программ много мы постарались учесть здесь все что можно все элементы иммунитета и защитные механизмы которые имеют аппарат дельта в своем программном обеспечении включены в этот цикл программа выполняется в течение двух недель где-то через неделю примерно может быть месяц в зависимости от состояния вашего организма вы можете отдохнуть и повторить особенно рекомендуется в летний и осенний период где-то хотя бы один раз в месяц проводить такую программу людям страдающим какими-то видами аллергии аналогичная программа это коррекция иммунитета для прибора универсал как всегда программа стоит немножко так кажется более длинной нежели дельта более такой красивый но тем не менее если вы посмотрите книгу программ дельта вы увидите что программы выбранные для универсала они приносят ту же самую совершенно пользу что им предыдущие программы здесь указаны изменения иммунной системы которые необходимо укрепить самые яркие представители срыва триггеры так называемые вот на сморк аллергии на кошки и так далее я вам уже говорила что это в какой-то степени указание организму пользусь биорезонансным способом очиститься от этого это хотя не самое детское слово для аллергенов но тем не менее очистка происходит цикл у нас получается 15-дневным схема применения примерно такая же как и в прошлом случае вы видите что да действительно в течение 15 дней вы выполняете эту программу затем после недельного перерыва перерыв можно сократить если состояние человека не улучшается к сожалению нашему одного курса биорезонансной терапии явно маловато для того чтобы добиться полного излечения скажем так очищения организма в том или ином варианте но тем не менее я хочу вам сказать что несколько курсов может быть даже несколько лет проведенных во первых подальше от первой задачи конечно избегать контакта с тем или иным аллергеном использовать все программы которые выводят токсины у нас их много непосредственно в книге программ непосредственно в программе для универсала про точно так же необходимо приводить в порядок регулярно желудочно-кишечный тракт потому что в противном случае конечно говорить о том что биорезонанс избавит может избавить вас от аллергии это вряд ли так продолжаем нашу программу ну а теперь самая простая часть программы какой замечательный ребенок и какой замечательный котик так вот это коррекция аллергии аппаратом для медицин дельта после выполнения программы касающейся иммунитета вы можете даже без перерыва пока идет перерыв по двухнедельной программе по укреплению иммунитета начать противоаллергическую программу и чередуя при наличии симптомов аллергии это получается такой комплекс плотный который позволяет вам избавиться наконец от этой неприятной ситуации и аналогичная программа для универсала вот пожалуйста универсал где вы видите действительно все виды аллергии которые здесь присутствуют здесь опять мы ставили помимо очищения от аллергенов средства укрепления стимуляции защитных сил организма потому что ни та ни другая программа не могут проходить одна другую другую поэтому вот перед вами четырехэтапная программа в течение 20 дней после нее делается перерыв точно так же как и с дельтой вы можете использовать вы просто делаете сразу же после очищения аллергена после программы укрепления иммунитета вы тут заставите программу по очищению аллерген вашего организма от аллергенов получается довольно последовательная такая строка ну и последнее что мы вам можем пожелать естественно как мы это всегда делаем что жизнь без аллергии и с крепким иммунитетом это мечта не только владельца биомедиса естественно это просто мечта любого нормального человека но для этого придется потрудиться теперь я хотела бы сказать немного буквально пару слов о том почему у детей первого второго года жизни всегда присутствует такая реакция которая меньше всего относится к аллергическим это оксидативная диатез дело в том что у взрослых и у детей более старше взрослой группы в основном что вызывает аллергическую реакцию это вот смотрите вот слово биомедис у вас на экране вот это молекулы белка более взрослые разбивают то есть расщепляют в своем желудочно-кишечном тракте если он хорошо работает на отдельные слоги так чтобы в цепочке белка оставалось по одной две амин-кислоты если это не происходит и в крови слаба ферментативная система желудка или ребенок еще маленький и он не может расщеплять эти сложные белки то появляется в крови по две вместо двух по три по четыре амин-кислоты поэтому естественно иммунная система реагирует отсюда дети часто находящиеся на искусственном вскармливании имеют проявление эксцидативного диатеза даже на не только коже лица но и тельце если сбалансированная работа желудочно-кишечного тракта помните об этом это касается и взрослых то проявление аллергии даже застоявшейся тем не менее окажется менее соответственно процесс может быть как острый эпизод но не не